Уважаемые спортсмены, уважаемые любители единоборств, сейчас я вам покажу и расскажу про вот этот супер уникальный тренажер. Он отрабатывает скорость, он отрабатывает реакцию, он отрабатывает уклоны, он отрабатывает, можно сказать, все тактическо-стратегические действия, которые вам нужны для ведения поединка. Реально очень крутая штука. Вот видите вот этот мячик-шарик? Сейчас я про него вам расскажу и покажу. Вот в этой маленькой коробочке таится сверхсильная сила для бойца. Смотрите, вот здесь вот чехольчик, и в этом чехле у нас здесь находятся три вещи. Первая вещь, это у нас мяч сам для отработки ударов, он не надувной, он поролоновый, можно так сказать, каучуковый, ну посмотрите, видите, он мягкий очень и неубиваемый. Он не лопнет и не развалится, это я вам сразу говорю. Вторая вещь, это у нас присоска к потолку, к верхней части, и третья вещь присоска к нижней части, к полу. Но для того, чтобы эти присоски прилепить, вы сами понимаете, что должно быть ровное покрытие, можно сказать, даже плитка, либо ламинат и так далее. Но маловероятно, у кого-то такой пол бывает. На данный момент, посмотрите внимательно, что мы сделали, как вы видите сами. Вот мы взяли просто в домашних условиях вот такой поддон. Мы обвязали вокруг эту резинку, привязали, можно так сказать, на узел, закрепили нижнюю часть. Вы можете тут и гирю, и гантелю, и стул даже вот этот, и стандалить, к нему привязать. Это нет никаких проблем. И мы взяли уже тогда дальше, пошли вверх. И в верхней части у нас тоже не к чему было прицепить потолку. Мы там его привязали к железяке. Вы можете придумать самостоятельно, что вы хотите и как хотите прикрепить этот тренажер. Очень все просто, элементарно придумывается. Это можно сделать и в квартире, это можно сделать и в гараже. Это можно, как вы видите сами, взять и на улице, и на дереве можно сделать этот тренажер. Вообще, как, короче, мозг сообразит, так оно и будет. Давайте вот сейчас я вам покажу, как работает этот тренажер. Значит, смотрите, эта резинка, она рабочая вверх, вниз и в стороны. Она мягкая, хорошая и комфортная. Чем больше вы ее натягиваете сверху и снизу, укорачиваете, тем жестче будет ваша работа. Нет проблем. Здесь вот у нас находятся такие вот крепежи, можно сказать, фиксаторы, пумпочки. Вы ее нажимаете, опускаете вниз, и мяч опускается вниз, если, например, желает работать ребенок. Вот видите, фиксация. На любой рост, моментально, за одну секунду вы просто меняете высоту под рост человека. Как надо, так и сделаете. Можно выше, можно ниже, я чуть пониже опущу специально. И как он работает? Ребята, посмотрите внимательно. Не на тренировочном процессе в парах, не на тренировочном процессе у зеркал. Вы не получите такого, можно сказать, эффекта работы. Он очень дешево стоит, в домашних условиях просто отрабатывается прием и упражнение не проблема. Вариантов много. Вы можете работать и уклоны влево, и уклоны вправо. Можете отрабатывать удары кулаком, можете отрабатывать удары локтя, можете даже отрабатывать удары где-то принимать голову. Так что вы установите стоечку и просто аккуратненько работайте любые ударчики. Опа, остановили. Если вы хотите только работать на прямых ударчиков, чей, прогибчики, иди. О-о-о, движуха идет. И работаем, чик, оп, уклон. Чик, оп, уклончик. Вот так он в режиме. Работайте. Скорость работы, все зависит от вас. Точность удара, все зависит от постановки вашего кулака. Опа. Дрительная реакция идет. Вообще мейко-круто. Если такую штуку поставил, просто взять, положить ее в домашних кусочках. Я много не показываю, для того, чтобы вам было более понятно. Это вот вы наносите удар, и летит мяч обратно к вам в обраточку. Это как ответочка у противника. Удар рукой. Локоть можно зарядить. Вот, как я и говорил. Сейчас мы и голову подключим. Ждем, 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 ждем. О, хорошо. Ждем, ждем, ждем. Вот. Отрабатываем зрительную реакцию. Вот, хорошо. И вот. Вот, ждем, ждем, ждем. Хорошо. Хорошо. Мне даже очень понравилось. Мне хочется это видео заканчивать. Вот таким макаром отрабатывается зрительная реакция. Вы наблюдаете. Плюс скорость ударов вашей руки. Реакция на движущийся предмет. Так что, если вы хотите улучшить свой тренировочный процесс, если вы хотите увеличить все эти функциональные качества, я вам, ребята, рекомендую работать именно вот с этим аппаратиком. Очень дешево и очень эффективно. И еще, если вы хотите более лучше улучшить свой тренировочный процесс в стадии, чтобы получить уже физическую нагрузку, то вы должны приобретать боксерские перчатки. По поводу приобретения боксерских перчаток я вам рекомендую вот этот бренд Big Sport. Вот это наш бренд. Ребята, крутой бренд. Перчатки просто крутые и недорогие. Ссылочку на товар я оставлю внизу в описании под этим видео. Для чего нужны перчатки? Одно дело голыми кулаками. Там точность попадания больше нужна. Реально больше нужно точность попадания, потому что амплитуда удара меньше, и можно больше шансов промахнуться. И когда вы тренируетесь в боксерских перчатках, это то же самое, что вы тренируетесь с гантельками, как в тренажерном зале. Вы сами знаете прекрасно, если даже перчатки весят 10 унций или 12, а то если они весят 18 унций, это вообще еще гораздо лучше, то вы тренируете свою мускулатуру, свою выносливость. Все, надеваем перчатки, реально крутые перчатки, и работаем. Конечно, с перчатками немножко попроще, потому что перчатка сама побольше ударом, и попасть гораздо проще. Вот. Так что смотрите внимательно, как вам более удобно. А вообще надо тренироваться. И в перчатках, и в битв перчатках. Эти 99,9% у меня попадания, в том, что я работаю тренером, профессиональный боец. Бывший. Все, ребята, перчатки, ссылка внизу в описании под этим видео. Тренажерчик, файтбол, можно так сказать, тоже внизу. Ссылочка на него в описании под этим видео. Приобретайте, развивайтесь, вы станете офигенно крутым спортсменом относительно тех, кто вообще не тренируется с этим тренажером. Все. Супер. Субтитры сделал DimaTorzok